Икс Икс, с вами Белевикс. Всем привет! В данном обзоре мы рассмотрим с вами новый тройной сет из серии Фирс Рокерс. В серию входят два сета. Это тройник в компании Клодин, Венера и Джинафайр Лонг и двойной сет с Кэти и Тореллей. На них обзор вы уже можете найти на канале или посмотрев, кликнув сюда. Данная серия называется Фирс Рокерс, что переводится как ужасные или же пугающие рокеры. Одиночных кукол или других сетов на полках магазинов пока что нет, как и каких-либо промо-фото. Коллекция отличается прежде всего резкими рокерскими нотками, в которых Мотел не побоялся использовать рисунки на лице монстров, яркие прически и смелые наряды. Так как куклы в музыкальной рокерской тематике, то мне и многим фанатам образы монстряшек напомнили стилистику мультфильма-комикса «Джем» и «Голограммы». Рассмотрим коробку с куклами. Сет в стильной упаковке нового типа из прозрачного пластика. Коробка в фиолетовых тонах и наверху внутренней части есть вставка в виде блестящего шара на дискотеке. Из-за этого создаются такое впечатление, что куколки из серии «Зомби Шейк». Большую часть занимает пластиковый экран, который роскошно демонстрирует нам кукол в осей красе. Есть герб и надпись «Монстр Хай». С другой стороны вставка с музыкальными инструментами, гитарой, микрофоном. Также есть прекрасные арты героев. Они очень красиво нарисованы. Рядом с артами монстряшек – таблички с их именами. Ниже название коллекции и логотип серии. Скрипичный ключ и парочка нот. Возрастное ограничение кукол 6+. Сбоку коробки все стандартно. Их имена, арты и надпись «Монстр Хай». Задняя часть представляет нам огромные и симпотные лица монстряшек. И пару фраз про их коллектив. Ниже напоминание, что в серию входит двойной сет с Кэти и Торли. Внутренняя часть коробки иллюстрирует сцену и музыкальные инструменты. Классный музыкальный фон. Совсем как в настоящих рок-клубах или фестивалях. Дневниками и подставками кукол обделили. Что довольно обидно. Поэтому пришлось взять подставки у других монстряшек. Однако давайте взглянем на новых рокерш из школы монстров. В тройку крутых рокерш вошла очаровательная Клодин Вульф, выступающая в роли гитаристки. Клодин наконец-то вернулась к нам из морского путешествия Great Scary Reef в старой коричневой расцветке и с милыми ушками на макушке. В этой коллекции с волосами Клодин Вульф снова экспериментируют. Пышные завитые копный волос окрашены в синий-фиолетовый цвет и часть волос зачесана назад. В левом ушке куклы черная цепочка серьга. Макияж выполнен в золотистых тонах. Золотистые тени и ярко-золотая помада с белыми клычками. Брови выполнены в фиолетовой расцветке, как и узор полумесяц на левом глазу. Верх концертного наряда выполнен из имитации под черный мех в виде жилетки, а нижняя часть представляет из себя фиолетово-салатовые лосины с черным диким узором. Ставь лайк под этим видео, если тебе понравился ее аутфит. Руки, как всегда, выполнены в когтистой версии. У Клодин Вульф очень много украшений в этой коллекции. Во-первых, это золотистое украшение на ее шее. Во-вторых, черный шипастый браслет на руке. Также к кукле прилагается очень классная золотистая гитара в виде двух соединенных полумесяцев с роскошными узорами поверх и прорисованными черными струнками. Держится гитара на кукле с помощью прозрачного ремешка. На ножках у Клодин розовые туфельки с шипами. Увы, повторные. Такие же туфельки мы уже видели у Клодин из серии Скориш, а также Клодин Свим Класс. Теперь переходим к следующей героине. Венера Макфлайтрап, выступающая в роли барабанщицы музыкальной группы Школы Монстров, также имеется в наборе. Как только я увидела эту куколку, мне сразу вспомнилась базовая версия этой монстряшки, а также Венера из четверного сета Кул Снайт Аут. А все благодаря яркому макияжу, большим глазам и необычной прическе. В данном выпуске Венера выглядит без скромности шикарно. Хоть ее скинтон мало изменился и остался салатовой привычной расцветки с молдированными ручками, В новом образе выделились несколько фишек, которые сделали ее необычной и стильной. Это лозы на руках и ногах Венеры Макфлайтрап, так как они стали насыщенного зеленого оттенка. Макияж Венеры в рокерской коллекции довольно интересен. Голубые глаза подведены фиолетовыми тенями, а на левом глазу салатовый узор в хищном стиле. А губы выделены насыщенным малиновым с белыми клыками на верхней и нервной губе. Прическа Венеры тоже вполне неинтересна и необычна. С двух сторон ее составляет розовый приятный на ощупь флок, а посередине копна волос, которая убрана назад в хвост с прямыми прядями до пояса. Все волосы малинового цвета, без вставок привычного зеленого. Исключение составляют лишь две прядки светло-розового оттенка, сильно выделяющиеся на фоне других. Один из аксессуаров Венеры Макфлайтрап Фирс Окерс – это розовые серьги в виде застежек, которые мы уже видели у других кукол, например, у базовой Дракулауры. Наряд Венеры Макфлайтрап из серии Фирс Рокерс на первый взгляд простой, но на самом деле очень стильный. Верх костюма представляет из себя черный топ с розовыми лямками и полупрозрачным черным воротником. Никаких рисунков или узоров на топе нет. А вот юбка выполнена в приталенном варианте, а-ля юбка-карандаш, плотно прилегая к ее телу. Низ выполнен из розовой ткани с зелено-черным узором в природном стиле. Короткие лозы находятся на ее ручках в районе кистей и локтевой части, а две другие лозы расположились на голени Венеры и оплетают ножку со всех сторон. У Венеры повторный молв ботиночек. Такой же был у Венеры Глум энд Блум, но в данной коллекции они фиолетового цвета. В комплекте с куклой также идут две барабанные палочки черного цвета и ударная установка в розовой расцветке с двумя гробиками на панели, молдированными цветочными узорами, стойкой, на которой все это держится, и педальками. Переходим к следующей монстряшке. Подруга Венеры Макфайтрап и Клодин Вольф, Дженнафайр Лонг, тоже не отстает от общей рокерской стилистики и участвует в группе со стильным образом с китайскими нотками. Мне она жутко напомнила Дженнафайр из серии Скарместер. Дженнафайр Лонг в музыкальном сете выполнена в привычном золотистом скинтоне с чешуйчатым молдированным телом. Прическа дочери китайского дракона тоже интересна. Распущенные нефритовые волосы довольно яркие для привычных зеленых локонов Дженнафайр, дополнены прядками цвета лайма. С левой стороны волосы убраны назад, а с другой просто распущены и выпрямлены. Большие глазки Дженнафайр Лонг подчеркнуты бордовыми бровями и яркими оранжевыми узорами в виде языков пламени. Дополняет огненный макияж помада темно-красного цвета. В драконних ушках красные сережки в китайском стиле. Платье в китайском стиле из красной ткани с узорами дракона. Дополняется полупрозрачным красным воротником с языками пламени. На талии у Дженнафайр пришит фиолетовый поясок, а передняя часть платья разрезана. На левой руке есть красный браслет. Сзади виднеется знакомый изогнутый хвостик с зеленой вставкой на конце. На ножках у Дженнафайр Лонг Фирс Рокерс черные ботиночки с драконами, которые обживают каждый ботинок куклы. Также куколке Дженнафайр Лонг из рок-коллекции Монстр Хай прилагается клавишный инструмент салатового цвета, выполненный в виде дракона и висящий на ленте поверх куколки. На этом наше видео подошло к концу. Ставь лайк, если тебе было интересно меня слушать. Обязательно напиши в комментарии, кто твой фаворит из серии Фирс Рокерс. Может быть это Кэти Нуар, или же Торелли, или Клодин, ну или другие монстряшки. А также у меня сейчас на столе лежат новые куколки. Это Поппи О'Хейр Драгон Геймс, Дракулаура и Клодин Вульф из серии Большой с карьерный риф. На кого вы хотите следующий обзор? Пишите в комменты. Также не забывайте подписываться на канал и участвовать в наших постоянных гивэвэях. И be cool and crazy. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok